Привет, друзья, с вами Кернекс, и сегодня нам предстоит посмотреть на игрушку под названием Anvil Saga. Данная игрушка представляет из себя экономический симулятор, в котором мы будем отыгрывать роль кузнеца. Давайте же посмотрим, что она из себя представляет. Начать игру новая игра. У нас есть на выбор либо же песочница, либо же сюжет. По традиции мы пойдем по сюжету, если нам прям очень сильно понравится, то может еще и заденем песочницу. Так, быть кузнецом не так просто, вы хотите пройти обучение, нет. Я думаю, мы обучимся по пути, так сказать. Вот так. Держи молот крепко, размахнись и бей по заготовке. Не получается. Я никогда не стану мастером, как ты. Послушай, когда мы с твоей мамой приехали во Францию, у нас не было ни гроша, только огонь в глазах, да мои старые инструменты. Совсем-совсем ни гроша, разве что пара таллеров. Это Артур, герой вашей истории и главный персонаж. Рассказчик. Он с детства помогает отцу в кузнице, но у него неплохо получается заниматься любимым делом. Артур, сынок, сделай несколько слитков в плечи. В печи нам предстоит много работы сегодня. Чтобы выполнить заказы, вам потребуются слитки. Слитки выплавляются из руды. Нажмите правой кнопкой мыши по печи, чтобы Артур начал плавить слитки. Это не часть обучения, меня обманули. Так, что у нас есть? У нас шесть руды. Одна руда переходит в один слиток, правильно? Вроде бы когда. Отлично, сын, иди переверни табаличку. Мы открываемся. Один из самых надежных заказчиков. Сколько лет с ним работаем и не упомнишь. А дочь у него Оливия зовут, верно? Верно, а чего это ты интересуешься? А вот и этот Жан-Джак, Жан-Джак-младший. На дух не переношу этого выскочку. Ну-ну, отец его мастер уважаемый, да и сам он далеко не глуп. Хоть талант от отца и не унаследовал. Ты бы чувства поумерил. Дохватки деловой получился. Этого точно не отнять у него. Окей. Оскар, и ты тут? Здравствуй, спасибо за инструменты, да и сбрую ты сделал что надо. Рад видеть тебя на ярмарке. Какими судьбами, Финли? Дочери свои подарки хочу сделать. Она у меня красавица. Сделка и брошь. Это легко, правильно говорю, судок. Справишься. Месье Финли. Мадемуазель Оливия. Рад вас видеть. Артур Оскар, приветствую. А что это ты броши не моего отца заказали? У него он лавка чуть подаль. Такой очаровательной даме, как Оливия, я бы и скидку организовал. Благодарю Жан-Джак. Но с Оскаром мы и огонь, и воду прошли, так что все заказы только ему. Но смотрим сейчас, что у Артура получится. Так, брошь, три слитка, получим пять бабла. Окей. Время от времени вам придется совершать выбор, влияющий на дальнейшие события истории. Сейчас вы увидите один из них. У каждого из вариантов есть шанс успеха и неудачи. Внимательно изучайте их. Изменить выбор у вас не получится. Так, что у нас есть? Заказал брошь для своей дочери. Как раз привез драгоценный камень для Перстня Барона. Может я найду ему лучшее применение. Инкрустировать драгоценный камень. Базовый шанс успеха 70. Бонус от навыка работника 5. Бонус от инструментов 5. Шанс успеха 80. Сделать простую брошь. Шанс успеха в 70. Инкрустировать в брошь стекляшку. Ха. Пойму добавить ножи. Особый подход точно будет по душе Оливии и ее отцу. Давайте сделаем простую брошь. Потому что раз камень нам где-то там еще нужен будет. Зачем тогда тратить его? Так, изготовить простую брошь. Давай. Тыц. Тыц. У нас есть ускорение времени. Это хорошо. Хабадыч. Кайца готова. Нормально. Молодец. Вот. Все готово. Красота. Не правда ли? О, уже готово? Прекрасно. Вы, юноша, неплохо справляетесь. Да. Он удалит 100 тысяч. Носить с удовольствием. У нас бы брошь намного лучше удалась. Хотя Артур вообще материал мог угробить. Так что неплохо. Слышь, ты говно ушел отсюда. Так. Здравствуй, кузнец. Все трудишься? Да. Потихоньку. Сын, он помогает вовсю. Где-то уже даже меня превзошел. Похож, похож. Ну что, сделайте перстень. А в лучшем виде. Давай-ка, сынок. Доброго дня, достопримечный барон. Сделал бы заказ у моего отца, уже бы давно красовался новым перстнем. Отец твой мастер хороший, это я знаю. Но Оскар ту же работу в два раза дешевле выполняет. И за качество всегда отвечает. Так, теперь мы должны ответить. Так, сказать, что камня нет. Вставить перстень камень. Шанс успеха 80. Ну мы ему камень не должны были, правильно? Давайте-ка организуем. Тут. Тут. Не уж-то готово. Готово, господин, вот. Многоуважаемый барон, такой хороший камень выбрал, что испортить его было бы крайне трудно даже для тебя, Артур. Спасибо, Джон Джак. Может, и ты когда-нибудь так сможешь? Ух ты. Неплохо, хорошо сработано. Ты явно пошел в отца, молодец. Спасибо, принято, когда труд хорошо оценивают. А, приятно. Да не то слово. Доброго дня и хорошей ярмарки. Кажется, нам пора собираться домой. Время закрывать прилавочек. Тыц. Он закрыт уже? По идее, да? Поехали, сынок. Поехали. Куда мы едем? Я надеюсь, что мы едем за рудой. Отец, как думаешь, я и Ливия, мы можем подружиться? Вы птицы... Мы птицы другого полета, сынок. Но в купческой семье жениха судят по толщине кошелька. Не вешай нос, все в твоих руках. Слова отца не удивили меня. Неравенство — это и бича основа нашего общества. Однако искренняя улыбка и очаровательный взгляд дочери купца отозвались моим сердце щемящим чувством. День народных гуляний подходил к концу. Мы собрали наш скарб и отправились во своей оси. Это была последняя ярмарка, на которой мне удалось побывать с отцом. Болезнь крепко взялась за него, но он из последних сил передавал мне свои знания и умения, едва удерживая, мол, от дрожащими руками. Мне не оставалось ничего, кроме как стать гордостью своего отца и достойным подмастерьем. Понял? У вас есть небольшой домик и кузница. Немного, но всегда надо с чего-то начинать. Тут и начинается ваш путь к славе богатству и сердцу любимой девушки. Но это все ждет вас впереди, а пока разжигайте горны. Так, пора бы сдуть пыль с отцовской наковальни. Посмотрим, что я еще помню. А, то есть типа повзрослел, да? Так, у нас есть пауза и 4 скорости. 3 скорости, отлично. Так, что мы видим? Мы видим печуню небольшую. У нас есть немножко фурнитурки. У нас есть лежбище. Столик, это понятно. Так, здесь у нас основная печуня. Наковальня. Сундучок, кстати, есть. Магазин. Что у нас в наличии? Ммм, талеры, это монеты отсутствуют. От уровня престижа зависит ваша известность. Так, слитки имеются немножко, руда немножко имеются, но ее не то чтобы много. Так, хорошо, а что у нас? Уровень навыка заточки. Чем выше уровень, тем эффективнее работник обращается с сильным камнем. Уровень навыка добычи руды. Чем выше уровень, тем эффективнее работник... Ммм. Ну, пока так себе, конечно. Давай, двигайся к печке. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Быстренько пережарь все в слитке. И мы можем, я думаю, начинать торговый день. Так, у нас есть что? Запас энергии работника. При низком уровне работник будет производить бракованные изделия. Повышается при помощи сна. Окей. Здоровье работника. Запас сытости вашего работника при низком уровне работник будет получать урон. Повышается при помощи потребления пищи на кухне. Понял. Вопросов не имею. Так, давай, допиливаю руду. Руда допилена. Открываем магазик. Открываем, не закрываем. Встречаем наших заказчиков. Так, что у нас здесь? Строитель запоздает здесь новые комнаты в лавке. Так, меню покупок позволяет купить новые предметы, расходуемые материалы. Меню найма позволяет нанимать новых работников. Вот это интересно. Мадам, я вас слушаю. А, нет, это не заказчик. Сейчас подождем. Может кто-то к нам заглянет все-таки. О, выпивоха идет какой-то. Что он хочет? Он хочет замок. Потребуется три слитка. Дай-ка мне секундочку, я гляну сколько стоит руда. Небольшой ящик руды. Пять штук за девять. А так одна за две. Ну, грубо говоря, будем считать один к двум. То есть мы тратим две монеты на один слиток. Ну, пятьдесят процентов. Выхлоп достойный, мне кажется. Что-то огнилью несет. Я это... Ага. Шо? Он меня обокрал? Или он... Не, он заплатил. А шо это было за насмешка такая? Нехорошая? Так, дедуля. Чем могу помочь? Тоже замок нужен. Только он заплатит побольше. Давай, дедуля. Сейчас оформим. Дедулька забрал. Так, подкован. Надо считать сразу. Мы тратим четыре, получаем девять. Шикарный заказик. А че так долго-то? Че-то... Выпендрежник попался. Так, отлично. Еще два заказа. Насилим. Надеюсь, что да. Дедуля, тебе мало было? А вот это уже не совсем выгодно. Не, ну... В конечном итоге выгодно. Но тратится очень много слитков. Я этому не рад. Вот подковы я рад делать. Давай. Подковы это вообще изи мани. Уже как раз и вечер. Так, у меня опять кончается руда. Время строить шахту. Рано или поздно вы начнете расширять кузницу. Настраивая комнаты и даже вкапывая в землю. Любой кузнице необходимый постоянный источник руды. Вы можете покупать ее у торговца. Но гораздо выгоднее добывать руду самому. Давайте обустроим шахту прямо у нас в подвале. Чтобы заняться расширением и обустройством кузни, используйте меню постройки. Так, магазинчик закроем наш. Давайте смотреть. Так, построить комнату нас интересует. Мы можем вверх строиться. Можем улучшить прилавок. Ну и собственно нам нужна комната снизу. По всей видимости, да? Тип крыши, тип стен. Обычная комната. Окей. Так, строительство каждой комнаты занимает некоторое время. Придется подождать, пока строительство закончит работу. Строитель мы или строитель левый кто-то? Строитель левый. Отлично. Это чуть упрощает нам жизнь. Я думаю, мы пока закажем тогда... Руды. А, чем больше ящик руды, тем он дешевле. Вообще хорошо. Можно закупать слитки. Но это очень плохая идея, даже со скидкой. Но мы остаемся в плюсе, даже если мы будем покупать руду. Мне так кажется. Ну давайте на... А, мы сотку потратили на комнату, да? Ладно, пока оставим как есть. Хотя нет, нельзя оставлять как есть. Тут у нас дисконт выходит сколько? Дисконт выходит очень приличный. Пять монет. Давайте закажем. По еде, по еде, по еде. Я не знаю, есть ли у нас еда сейчас или нет. Так, инструменты. Неплохо подходят для работы с печью и наковальней. Добыча руды дело тяжелое. Давайте пока купим немножечко руды. Так, мы можем направиться поспать поесть. А мне можно как-то посмотреть, что у нас есть по еде. Меню найма у нас пока не работает. Ладно, иди спи. Так, следите за энергией вашего персонажа. Уставший персонаж будет допускать ошибки. Отправляйте работников спать, чтобы восполнить энергию. Немножко похрапим. Так, мне кажется, или немножечко громко. Чуть-чуть потише. О, отлично вообще. Так, ты кто такой? Ты торговец, да? Да, он нам ящик сгрузил руды. Так, отлично. Теперь комнату необходимо дать назначение. Каждая комната имеет свою функцию и особые предметы мебели, необходимые для ее наполнения. Комната, которая не имеет назначения или необходимой мебели, будет оставаться неактивной. На это укажет восклицательный знак. Нажмите на знак, чтобы мгновенно перейти и назначить комнату. Подожди, подожди. Так, мы поспали. Сейчас я быстренько часть руды переплавлю. Пока есть силушка богатырская. Так, весна в этом регионе, а время есть где-то? Времени нет, да, походу? Следим за луной тогда. Давай, ускоряйся, ускоряйся, ускоряйся. Мы докрафтим тогда хотя бы до, там, 15, чтобы нам на день хватило. На день заказиков. И, в принципе, сейчас пойдем в шахту мурижить. Так, спать не надо. Что у нас здесь есть? Жилая комната, кухня, нет. Шахта, склад. И тут пока закрыто все. Давайте шахту. Умс. Так, вход в шахту и ящик нужен. Спуск в шахту позволяет вашим работникам добывать руду. Кухонный очаг, ящик мы потом отдельно, видимо, сделаем. Так, давайте максимально близко к входу. Вход в шахту есть и ящик обычный, я так понимаю, да? Это кривая табуретка. Это не то. Небольшой сундук. Кривой деревянный ящик. Ты нам изгодишься. Вот сюда. Все, все, знак пропал. Давайте попробуем подобывать. Как хорошо ты добываешь. Ой, очень плохо добывает. Очень плохо добывает с учетом того, что руда стоит. Или ты поскоков? Может он по несколько добывает? Сейчас, у нас числится 8. По одной руде. Бляха, это будет сложно. Это будет больно. Стоп, только что он 2 принес, по-моему, нет? 11. 13. Но если по 2, то еще как-никак. Куда не шло. Так, давай сейчас немножко храпанем. Восстановим энергию. И надо бы вообще-то покушать еще. Так, светлый день наступает почти. Сейчас, где у нас? Го, проверим, что кушаетесь. Что-то там было, но он все съел. Понимаю. А есть будешь? Давай быстренький перекус. Ну, я думаю, что мы рано похавали. Ну, ладно. Быстренький перекус и возвращаемся в работу. У вашего персонажа появилась новая черта. У персонажа могут появиться негативные и позитивные черты. Каждая из них добавляет свою особенность в поведение персонажа. Обращайте внимание на описание особенностей. И подбирайте максимально эффективное занятие для каждого работника. Так, работник сыт. Его энергия снижается в полтора раза медленнее. Длительность 118 секунд. Так это баф. Это ж не постоянная черта. Чего меня обманывать? Так, можешь пойти как раз еще по колопуте. Так, в одиночку работать тяжело. Староста деревни подыскал вам троих молодых людей, которые хотят стать вашим подмастерьем. Террис, новый человек в деревне, прибыл из Гаскони. Меня зовут Террис, мастер-кузнец. Монти местный ловкач и пройдоха. Во всем пытается походить на дворянина. Я Монти, сэр. Давно хотел устроиться к вам подмастерь, если позволите. А это Валун, победитель всех деревенских состязаний и потасовок. Много чего умею, силы не занимать. Зовут Валун, пригожусь точно. Кто же из них достоин стать вашим подмастерьем? Так, что у них есть? Отношения с Англией улучшатся на 5 единиц, с Францией ухудшатся на 10. Так, отношения с Англией ухудшатся, с Францией ухудшатся, с бандитами улучшатся. С Англией ухудшатся, с Францией улучшатся. Эмммм, давайте, наверное, Валуна возьмем. Я думаю, что он неплох. Так, спасибо, я буду полезен. Надеюсь. Так, у вас появился подмастерь, и ему потребуется комната, где он сможет отдыхать после тяжелой работы. Следить за уровнем его усталости и вовремя выплачивать ему сжалование. Они навыки подмастерью улучшатся временем. Пора за дело, приимите на выполнение 5 заказов. Так, давай тебя сюда. Валун у тебя есть какой-то? Так, работник кузни будет требовать выплаты жалования, чтобы продолжать работу. Каз расстроит их, а если их настроение упадет сильнее, подмастерь покинет куз. Я понял. Если вы хотите избавиться от работника, вам не обязательно убирать лестницу из подвала. Вы можете просто уволить их. Понял. Вопросов нет. Так, у него бафы какие-то есть? Боясь пауков. Во время работы в шахте на этого работника упала целая куча пауков. При работе в шахте он оглядывается в поисках этих чудовищ с шансом 10%. Это хорошо. Это прямо хорошо. Так, ну ты тогда, Шуру, получается сюда работать? Хотя у него же скилла нет вообще. Я его как раз хотел в шахту направить просто. Ладно, брат. На тебя положим более сложную задачу. Не уверен, что ты прямо справишься, но... Так, французский сборщик налоги. Ты кузнец, да? Имя Мьего Величества, Дофина Франции. Я уполномочен собрать земельную подать на благо нашего Отечества. Всех честных людей отбирайте. Так, кем бы вы ни были, представились. Будешь платить или нет? Сколько? 12 монет? Давай заплатим, пусть идет нахер. А то мы проблем себе только наживем. Так, товарищ, приступай к работе. Мы пока поколупаем руду. Так, за 2 слитка 9. Мне нравится, слушайте. Это что, ножницы, щипцы? Кинжалы? Бухово знает. До свидания. То же самое хочешь? Забирай. Это вообще язычные мани. Сделаете в долг? Нет, товарищ, наверное. В долг мы пока что не готовы. Мы только стартанули. Давай перейдешь там через год. Тогда мы уже сможем поговорить о том, чтобы работать в долг. Но не сейчас. Однозначно не сейчас. Так. Колупни чуть-чуть. Замочек это самый топчик вообще. Давай сделай замочек. А что так быстро? Таймер пошел. А, у них один таймер, лол. Так, повсюду разговоры о войне. Безделики не могут найти, чем заняться. Я больше всего надеюсь, что война не докатится сюда, иначе и ты, и я вместо работы попадем на каторгу. Оказывается, время ожидания принятия заказа равно времени выполнения заказа. А это уж не совсем хорошо. Так, с гвоздями иди гуляй. Слишком большие затраты. А, бляха, здесь тоже самое, по сути. Я дико извиняюсь, женщина, но не сегодня. У нас за счет, кстати, ящика увеличился максимум руды, которую мы можем вмещать. Это хорошо. Деньги через бородни отдам. Бляха, я не знаю, доверять тебе или нет, но заказ хороший. Так, давай-ка быстренько. Я очень, очень надеюсь, что ты вернешь бабло. Иначе я очень сильно расстроюсь. Это, кстати, что такое? Количество прошедших дней. Оля-ля. Так, иди, сделай добро. Сразу же назад. Надо успевать. Между печкой и наковаль. Нет, гуляй, Василий. Потом пообщаемся. В принципе, это восемь, ну ладно, там семь. Семь на одиннадцать. Окей, ладно, хрен с тобой, давай. Надо побольше заказов делать, чтобы репу поднагнать. Так, плавь дальше. Мы переплавляем гораздо быстрее, чем добываем. В этом есть маленький проблемтос. Так, деньги через пару дней отдам. Нет, гуляй. Отдыхай, гуляй. Так, все, магазик закрываем. До свидания, молодой человек. Ничего личного. Так, сейчас переплавим, что у нас по состоянию. Оба хотят спать. Вопрос теперь в том, как ему организовать комнату. Скорее всего, надо будет второй этаж делать. Раз это у нас кухня. Кстати, кухня без еды. Напомним. Так. Скудная кроха хлеба. Утолит голод, но долго такой не протянешь. Хватит на один прием пищи. Три приема пищи стоят на одну копейку дешевле. Десять приемов пищи на восемь копеек дешевле. А мы сможем вместить столько еды? У нас, по-моему, как такового склада еды нет. Я не знаю, сколько вмещает шкаф. Продукты приготовления. Ну, давайте десять возьмем. Я не могу десять взять. Или могу? Максимум три могу взять. Ну, окей. Тогда мы уберем вот это. Возьмем со скидочкой. Да, я зажопил одну монету. Да, вы это увидели. Так, это оставляем. Ты тогда, дружочек. Кто из вас сильнее устал? Ты устал? Ты иди спать. А ты пока продолжай работать. Будем посменно пока что. А, ты все, да? Ты поднял свой левел? Выплавку поднял. Уровень навыка кузнеца тоже приподнял, но не то чтобы сильно. Так, еду нам притащили. Она сразу появилась здесь. Отлично. Я бы тебя на копку отправил. Ну, ты же понимаешь, да? Это ничем хорошим не закончится. Кушать пока вам не даем. Я думаю, что вы один день можете поголодать. Вообще без проблем. Что-то мне подсказывает. Так, все, пирожочек, иди в подвал. Ты иди спик. Понимаю, посменно спать такое себе, но это начало бизнеса. Оно всегда нелегкое. Так, у нас, кстати, престиж растет очень даже неплохо. Очень даже неплохо. Третий день пошел. Мне нравится, что вместе со скрином луна ездит. Пойдет. А почему? Ага, все, заработал. Все, отоспался. Слитки все нажаренные. Я так понимаю, что мы по идее... А ну-ка сейчас проверим. Могу ли я добавить объект? Переставить мебель. Купить новую мебель. Изменить оформление для повышения престижа. Матерь божья. Так, купить новую мебель. А, я не могу здесь ничего добавлять, да? Это плохо. Я могу увеличить количество вместимости по руде, по всей видимости. Переставить мебель я могу только внутри дома. Я не могу на улице менять. Жаль-ка. Я бы поменял, честно говоря. Ну, хотя бы добавил для слитков ящичек еще один. Кстати, если мы ночью откроемся, работать будем, че не? Есть ночные заказы? Вообще супер. Шо ты хочешь? Какую-то суперцепь хочет. Выхлоп одна монета. Не, сорян. Не сегодня. Так, он решил перенести руду, понимаю. Это что такое? Это какая-то бомба была? Или мне показалось? Это вообще супер заказ. Имба ходячая. 4, 8, 12 пойдет. Так, быстренько поклепай еще. Ты шо хочешь? 6 на этот. Ща-ща-ща сделаем. Не переживай, шо все будет. 2 секундочки. Хобача свободен. Так, 3. Это у нас 6-10. Давай. В долг, пожалуй, нет, брат. Так, этого купца я никогда еще не видел в нашей деревне. Это шо за персик? Валу, найди и спроси, кто он такой, че хочет. Мне вот этот челик нравится, который подглядывает. Это что такое? Это вообще что такое? Добрый день, торгаш, вы кто? Эй, здоровяк. Зови хозяина. Я проделал весь этот путь из лангер... Лангедока не для того, чтобы общаться с подмастерьем. Шевелись, уволень. Хера себе, какой наглый купец. Ты имей совесть, брат. А то останешься не с копеечкой, а с дулей. Это как бы опасная вещь. Добру не приведет. Так, вы прибыли из-за лека, чем я могу быть полезен? Я прибыл с ее юга. Налаживаю торговые связи. Я могу доставить для вас все, что угодно по лучшей цене. От дамасской стали до ценнейших инструментов. Поработаем вместе? Можем сработаться. Даже не думайте отказываться. Я едва унес ноги от бандитов. На дорогах нынче неспокойно. Воей бандиты, как коршуны, слетаются на тракты. По которым недавно прошли армии. Вы должны согласиться. Так как я самый храбрый купец из тех, что готов предложить вам свои услуги. Только бандитов нам не хватало. Поговорим о деле. Не соблаговолите ли вы принять от меня заказ? Что для вас изготовить? Ох ты ж, ёпрст, а что так сложно? Так, без сотрудничества в хорошем куцов куцессу не подняться. Если выполнить заказ на уровне, Антонио будет готов привозить незаменимые товары из далеких земель. Так, что он хочет? 150. Так, если я правильно понимаю, то мы просто делаем определенное количество рядовых товаров. 5 цепей, 5 этих, забыл слов, подков и 5, наверное, это гвозди. Что-то из этого нам нужно сделать, и он останется якобы доволен. Ну, давай сделаем тебе 5 подков, например. А, стоп, он хочет все есть сразу? Ты что, черт, с ума сошел? Так, ребятки, ребятки, ничего личного, магазин закрыт, уходите. У нас тут спецзаказ. Где у нас Артур? Обратно, в пещерку. Тут заказик достаточно мощный. Времени у нас вроде бы как много. Вроде бы как много, но мы все равно, скорее всего, даже за день не управимся. Хотя же проверим. Чем бы не проверить в самом деле. Нам просто не помешал бы. А ну-ка, мы можем нанять еще одного товарища? 350! Охренеть! Раз в сутки мы еще и должны платить. Не, пока не готов. Пока я столько не осилю. Так, первый заказ закрыт. Я очень надеюсь, что мы это все не зря сейчас проворачиваем. И действительно, он привезет нам что-то стоящее в конечном итоге. Так, работник не хотим регулярно утолять голод. Головный работник будет упускать ошибки. Если работник будет без еды, продолжительное время, он может погибнуть от голода. Окей, мы разберемся с голодом. Не переживай. Сейчас не время кушать. Вообще не время. Ничего личного, но просто совсем не то. Так, есть. И еще 20 надо, да? Он сам пошел есть. Ёппер СТ. Не, это, кстати, хорошо, по идее. Что они сами могут пойти есть. Мне не нравится, что нам в окна заглядывают. Причем настолько нагло. Мне это не совсем нравится. Товарищ, иди в подвал. Если ты уже отвлекся, поедешь. Господи, ну пойди сразу и работай. Что у нас здесь? Работник, наверное, скучает в выгоду. Шанса 15% получать дополнительные монеты за изделия из металла. Хм. Этот работник отказывается выполнять заказы для солдат и рыцарей. Ты че, пес? Ты че удумал? Он голодный пошел работать. Понимаю. Надо, надо, надо доделать, товарищ. Как там? В гробу отоспимся. Там же и отъедимся, так что давай. Быстренько, раз. Два. Мы справились вообще супер быстро. Неплохо, неплохо. Вижу, с вами можно иметь дело. Теперь моя лавка к вашим услугам. Уверен, что сотрудничество будет выгодным. Надеюсь, вы хотели сказать взаимовыгодным. Да-да-да, именно так. Чем выше престиж вашей кузни, тем привлекательнее она будет выглядеть в глазах богатых клиентов. Повышая престиж и улучшая прилавок, можно привлечь толстосумов, готовых платить за заказ куда больше, чем крестьяне. Кроме того, с улучшением прилавка увеличивается и максимальный запас слитков и дерева для мастер... О-о-о. Престиж повышается за выполнение заказа, но его максимальное значение ограничено. Улучшайте убранство дома, чтобы достичь более высоких показателей. С таким прилавком нам только просто людинов и ждать. Пора сменить этот ветки навес на что-нибудь посложнее. Так, чтобы улучшить прилавок, найдите в меню строительского комнат, нажмите на кнопку улучшения прилавка. Стоять. Так, ты иди ешь. Еда же есть? Еда есть. Что это было? Мега усталость. Идет спать, понял. Не отвлекаю. Прилив сил, работник выполняет работу на 30% быстрее, если его уровень сытости и сна превышает 75%. О-о-о. А это хорошо. Так, проверим улучшение прилавка. Назад. Так, построить комнату, изменить оформление помещения. Это только здесь. Сколько у нас прилавок? Цена 200 золотых. У нас есть 200 золотых. И мы, в принципе, достаточно самодостаточны. Мы можем рискнуть. А, необходим уровень престижа 50. Это мы пока не вывезем. Хорошо. А если мы... 0 престижа, 5 престижа. Обойдется нам в 65 монет. Ну, собака. То есть, каждым таким микро улучшением мы будем поднимать... Престиж совсем по чуть-чуть и достаточно дорого. Бляха. Но придется с этим что-то делать. Что я могу сказать? Придется грейдиться, дойти до 50 и улучшать прилавок. Другой опции нам не дают. К сожалению. Так, товарищ поел? Не поняв. Ты поел или нет? А что он делал все это время? Этот работник отравился протухшей. До его энергии снижается в два раза быстрее. Твою же мать. Когда она успела протухнуть, господи? Так, ну привет, Артур. Сколько лет, сколько зим. Решу продолжить отцовское дело. Привет, я вообще-то сплю, уйди отсюда. Ну а кто, если не я? Как ваша кузница поживает? Очень даже неплохо, банька, правда, тоже скончался недавно, как и твой. Так что теперь я просто жанжак. Но на все воля господа. Планы по развитию кузницы у меня самые грандиозные. Соболежную, что сказать, а в нашу скромную кузницу зачем пожаловал, заказами не справляйтесь? Справляемся, да еще как. Я просто посмотреть пришел, как дела идут у тебя. Кузницы в провинции только две осталось. Конкуренция в такое время совсем не к месту. Давай я кузницу у тебя выкуплю. Будешь у меня вторым человеком, с твоими руками далеко пойдем. Спасибо за предложение, конечно, но отец мой не для того спину гнул. Ну да, ну да, было бы слишком хорошо. Ну на следующей ярмарке увидим, кто на что гораст. Видел, кстати, Оливию, дочку купца Финли. На днях такой красавицы и стала советую в гости заглянуть к ним. Не удивлен, красотой она всегда отличалась. А тебе-то до нее какое дело? Да так, вспомнил, как ты на нее на ярмарке тогда смотрел. Финли для нее только на самую выгодную партию согласится. Он мужик умный. Так что лишнего себе там лучше не воображай. А над продажей кузницы подумай. Спасибо большое за совет, Занжак. Вали отсюда нахер. Видеть тебя был крайне рад. Да. Однако вынужден откланяться, работы не ждет. Хорош, что и парень, Артур. Жалко, конечно, скоро придется тебе поля вспахивать. Давай ковыряй свои кузницы, пока омоешь. Ишь ты говно какое наглое. Так, поешь наконец-то, я тебя умоляю. А то сейчас еще откинешься с голоду. Надану мне. Покушаль. Блях, я думал второй раз траванулся. Думаю, ну все, Габелла. Так, деньги остались, деньги остались. Давайте купим. И я, наверное, еще... Где у нас грейд, грейд, грейд? Купить новую мебель. Я докину, наверное, сюда еще одну настенную полку. Для лимашней утвари. Вмещает три еды. Давай. Ох, некуда пихать. Твою мать. Что ж ты будешь делать, а? Ладно, останемся пока с запасом в три еды. Хотя это очень мало. Должен признать. Хорошо, ребятки. Пока что сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо большое за просмотр. Если данная игрушка вам понравилась, обязательно напишите об этом в комментариях. Или просто поставьте лайк под этим видео. А мы с вами встретимся, возможно, в следующем эпизоде. Пока-пока.